6 апреля в московской консерватории имени петра ильича чаковского состоялся день открытых дверей абитуриенты из разных городов россии и зарубежье собрались в фойе большого зала чтобы поближе познакомиться с историей и традициями консерватории чем живет она сегодня и каковы перспективы развития одного из ведущих музыкальных вузов мира я приехала на день открытых дверей поступать в московскую консерваторию вот сегодня познакомлюсь вообще с педагогами узнаю ну конкретику по поводу экзаменов какие-то вопросы задать по поводу сложности диктанта задачи вступительные а ключевых особенностях московской консерватории рассказал ректор профессор александр сергеевич соколов учитывая то чем наше отечественное музыкальное образование выгодно отличается от других моделей воспитания музыкантов отличается на тем что у нас беспрерывная эстафета эстафета передачи вот этих навыков этого мастерства из рук в руки от старших младших после вступительного слова ректора экскурсию по главному зданию консерватории провел директор музея имени николая григорьевича рубинштейна владимир михайлович стадниченко абитуриенты посетили постоянную экспозицию раскрывающую историю московской консерватории в хронологической последовательности также абитуриенты увидели созданный в начале прошлого века витраж святая цицилия который был полностью утрачен в результате авианалета во время великой отечественной войны и кропотливо воссоздан в мастерской вадима лебедева в 2011 году затем абитуриенты попробовали отгадать всех композиторов изображенных на картине ильи ефимовича репина по настоянию заказчика предпринимателя пороховщикова в группу славянских композиторов не включили мусоргского бородина и чаковского также абитуриенты посетили большой зал консерватории в котором выступают с концертами студенты консерватории и звезды мировой музыки и в котором вероятно предстоит когда-нибудь выступить и им самим экскурсия завершилась в овальном зале музея имени николая григорьевича рубинштейна где представлены редкие экспонаты среди которых живописные портреты композиторов дирижерские пюпитры принадлежавшие николаю григорьевичу рубинштейну и петру ильичу чайковскому а также музыкальные инструменты уникальные исторические фотографии и старинные программы концертов одно из важнейших мест консерватории где хранятся ноты архивы и книги в том числе написанные преподавателями и профессорами консерватории это библиотека там будущим студентам показали процесс оцифровывания редких экземпляров нот и книг следующими в программе дня открытых дверей стали мастер-классы профессоров и преподавателей московской консерватории на которых абитуриенты смогли познакомиться с будущими наставниками и непосредственно принять участие в открытых уроках так спонтанный интерактив ожидал абитуриентов на мастер-классе по хоровому дирижированию у профессора александра владиславовича соловьева обратите внимание там два пьяна стоит не все коллективы это делать некоторые дуют вот эти верхние ноты абсолютно невесомым прозрачным тоном и чуть-чуть над всей фактурой альтовая группа преподаватель класса гобоя доцент филипп викторович нодель поделился своим методом работы над гаммами главное чтобы не было ошибок добиться того чтобы все без всяких цеплявок получалось и для этого полезно это принципе прописать вот я когда поступал в консерваторе завел тетрадочку с гаммами просто и в них записал всего до какого я звука наверху играю до какого внизу как там складываются все сабтаккорды и все вот прям по ней все выучил о тонкостях артикуляции в сольном пении абитуриентом рассказала доцент трудакова лариса борисовна декан научно-композиторского факультета ирина арнольдовна скворцова затронула исторические страницы рождения московской консерватории кстати мы вот в классе вот обратите внимание если вы уже посмотрели здесь на это теоретический класс на нем висят портреты теоретиков которые были у вас но в теории музыки вообще нашей консерваторской музыкальной вообще московской и российской одновременно конечно консерватория не случайно у нас названа именем петра ильича чайковского потому что к ее складу к ее основанию он имел непосредственное отношение и вот закончив один из немногих до композиторов этого периода консерватория петербургскую в декабре 65 года 6 января он уже приехал московскую консерваторию и в москву вернее и вот начал подготовительную работу по открытию московской консерватории вместе с николай григорьевичем рубинштейном который тоже был необычайный подвижник о том как сложное сделать понятным абитуриенты узнали на уроке теории музыки доцента лыжова григория ивановича важно этот конечный результат как не тот первоначальный скорее так результат который вы выдадите как что вы произнесете сначала но на что вы смотрите на чтобы обращать внимание как вы мыслите вот на это мы обращаем наше преимущественное внимание и как раз интересуемся этим также абитуриенты увидели процесс работы народного артиста россии владимира михайловича иванова над фразировкой скрипичной партии в концерте яна сибелиуса хорошо звучит все правильно меня немножко смутило пару глисандр которые делаются довольно долго в ползание когда в ноту начало этого концерта на общем такое немножко как сказать ну эпическое что ли но это картика картина больше может быть природная любой студент позавидовал бы возможности помузицировать совместно с деканом фортепьяного факультета андреем александровичем писаревым студент пятого курса валерий попов показал работу оркестра над партитурой третьего концерта антона брукнера и в полголоса в полголоса да не торопитесь пожалуйста под руководством эдема и браимова оперный театр московской государственной консерватории репетировали сивильского цирюльника джаки на россии да я по ногам пошел по ногам да пошел 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 и встал на ноги могу сесть и раз мы решили узнать какие впечатления получили ребята после посещения открытых уроков мне больше всего понравились мастер-классы по моему инструменту по фортепиано мы посетили 4 открытых урока я выделала лично для себя какие-то приемы моменты которые учитываются при поступлении на фортепиано отделение это будет очень полезно при вступительных экзаменах потому что кто-то этих нюансов не знает так как московская территория делать такой день открытых дверей с посещением мастер-классов это очень полезно и нужно для абитурентов заключительным событием дня открытых дверей стал концерт студентов московской консерватории в рахманиновском зале а Так что готовьтесь. Самое главное пройти вот эти первые сложные этапы, но в дальнейшем в малом зале консерватории 1 сентября я уже буду приветствовать тех, кто будут с радостными лицами держать в руках свои студенческие билеты. Ну, успехов вам!